Видимо, этот год я начинаю с аниме игр, и если прошлый наш обзор был на игру Crysis Core Final Fantasy VII Reunion, кстати, не забудьте его посмотреть, а то что-то мало его посмотрело, то сегодня у нас на обзоре игра, которая вышла 13 еще января, про вселенную One Piece, а именно One Piece Odyssey. Давайте сразу расставим все точки над И. Я One Piece посмотрел совершенно недавно, наверное, года два назад, и не могу себя причислить к этой когорте людей, которые могут называть себя фанатами этой вселенной. Тем не менее, на протяжении последнего года Bandai Namco активно пушила везде эту игру, они ее презентовали на E3, потом активно показывали на Tokyo Game Show, и знаете, если вы вдруг, не завтра, кстати, тоже хотите посмотреть наши реакции на все эти стримы, то они у нас есть в записи на нашем лайв-канале. И знаете, в этот самый момент, когда их показывали, мне почему-то, ну, нравилась эта игра, и я для себя ее, так сказать, отметил. Не могу сказать, что я ее прям бешено ждал, но мне все-таки хотелось ее каким-то образом пройти. Я не ожидал, что она будет настолько огромная, я получил в ней платину, на это у меня ушло 70 часов, это прям огромное количество времени, как вы можете тоже понять. Удалось мне все-таки найти диск для PlayStation 5, поэтому в этом видео мы будем говорить именно про эту версию. Я с вами поделюсь своими впечатлениями от данного творения, стоит ли вам в него поиграть, если вы являетесь фанатами этой вселенной, а также со стороны, если вы вдруг не являетесь фанатами этой вселенной. Хотя, я думаю, если вы не фанат One Piece, вряд ли вообще вы включите этот ролик, но я надеюсь на вашу лояльность. Не будем откладывать дело в долгий ящик, поехали! Как я понял, могу, конечно же, ошибаться, события игры разворачиваются после арки с Дресс Розы, то есть уже это как бы арка нового мира, когда уже произошел таймскик в этой вселенной, и команда соломенной шляпы Мугивара и Луфи попадают в такой таинственный шторм, их выбрасывают на неизвестный остров, который они благополучно исследуют, называется он Вафорт, но на них нападает Колосс, которого они победить не могут. Также они встречают двух персонажей, я как помню, новых для вселенных. Одного зовут Адио, и вторую зовут Лим. И по какой-то неведомой для данного момента игры причине, Лим забирает у нашей команды силы, формирует их в кубы и разбрасывает по всему острову. Естественно, как вы можете понять, основная задача игры, конечно же, вернуть наши силы, а может быть даже и узнать какой-нибудь хороший сюжет. А для того, чтобы это сделать, нам нужно погрузиться в мир воспоминаний, так называемую меморию, где мы будем как раз-таки проходить те самые арки, которые были в самом аниме до этого. На мой взгляд, это хороший вариант, как можно выкрутиться, и тем не менее, все равно рассказать именно историю, которая происходит в реальном мире, а также в одной игре показать события предыдущих сюжетных арок, и при этом остаться как-то в лоре общей вселенной. Здесь разработчики молодцы, вообще слова сказать не могу, мне было интересно узнать, как они в данном аспекте смогли выкрутиться. Смогли, молодцы. One Piece Odyssey это прям такой яркий представитель JRPG, и у меня исторически так сложилось, что натянутые отношения с этим жанром, не знаю, и не потому, что этот жанр излишне скучен, скорее меня все время раздражало то, что здесь есть эти прогрузки перед битвами, после того, как вы победили или проиграли, еще прогрузки, и на это тратится хоть и по несколько секунд, но все равно каждый раз вот эти вот прогрузки, которые вы смотрите, они, ну, меня лично бесили. Плюс, конечно же, вот эти вот анимации атаки. Они очень красивые, они прям приятные, но они очень долгие. И даже несмотря на то, что здесь вы можете ускорить эти самые анимации, это все равно тратит прям большое количество вашего времени. И тут та же самая проблема, которая у меня происходила в Doom. Если поначалу вам прям приятно, да, проходить, добивать в ближнем бою этих самых миньонов, этих демонов ада, ты смотришь, как это все красиво выглядит, как ты их разрываешь, там бензапилой пилишь, но в какой-то момент ты понимаешь, что когда ты подходишь, активируешь эту самую анимацию, это 2-3 секунды, а таких тебе еще анимаций типа желательно сделать еще 2-3, это уже почти минуты, и ты как-то тратить на это времени не хочешь, поэтому ты просто берешь и вот тупо застреливаешь. Тут то же самое. Постоянно наблюдая за хоть и красивыми анимацией этих способностей, мне было не особо приятно. Что касается самой боевой системы, тут она элементарная, если сравнивать с другими представителями жанра. Я не являюсь, как вы уже поняли, ярым фанатом этого жанра, но здесь у нас есть классическая команда из 4-х, так сказать, персонажей, и мы их можем менять, исходя из нашего пула остальных персонажей, прямо во время битвы. Все эти персонажи, и вражеские, и наши, делятся на три типа. Это силовые, скилловые, и также так называемые прытки. И все они друг друга как бы контрят. То есть, если вы хотите победить прыткого, вам нужно выставить против него сильного персонажа, ну, который вот именно к этому отряду сильных относится. И у сильного будет повышенный урон по этому самому прыткому. Хотите победить сильного персонажа, выставите против него персонажа с скиллозависимый, то есть скилловой персонаж, он будет иметь повышенный урон. И таким образом вы всю игру будете просто тупо подстраивать свой отряд, исходя из именно условий сражений. Так называемую глубину битвы нам придают здесь несколько вещей. Первое, это еда, которую мы можем использовать во время битвы, чтобы восстанавливать себе здоровье, также получать какие-то бонусы, там увеличенный урон, увеличенное количество защиты, я думаю, вы тут тоже все поняли. Также здесь есть шары, вот именно взрывающиеся, которые мы можем использовать, чтобы наоборот уже дебафать врагов. Кидаете, например, в босса, у него понижается атака, защита и так далее. Это вот такая вот вещь, которая плюс-минус добавляет некоторой глубины в саму боевую систему. Не сильно, конечно, скажу честно, использовал я вот эти шарики очень мало, только против сложных боссов. Еду я использовал почаще, просто чтобы восстанавливать здоровье. Конечно же, как же мы можем в японской игре JRPG уйти от шмоток? Шмоток здесь много, здесь они представлены в виде такого кубика, в который мы должны будем вставлять предметы. У каждого персонажа вот есть этот кубик, предметы обладают каким-то количеством клеточек, которые будут занимать место в этом кубике. Вот вы должны вставлять этот предмет в этот кубик, и когда вы полностью заполните этот кубик, вы можете потом как бы все это менять, объединять. И, естественно, тут тоже вот эта, знаете, японская фишка, которую мы с вами еще помним в Crysis Core, в Final Fantasy, где нам нужно материю друг с другом объединять, чтобы получать что-то более сильное. Тут то же самое с предметами, у нас есть обычные предметы, у нас есть предметы, которые падают с босса, с побочных заданий. Мы их объединяем, необычные предметы между собой объединять здесь нельзя, то есть мы можем только объединить необычные с обычным предметом. И тут, понимаете, сама по себе вот эта механика, она прикольная, она как бы добавляет небольшого такого азарта, что ты такой, блин, прикольно, конечно же, я получил какую-то новую шмотку. Приятно. Раз уж мы с вами уже затронули побочные задания, помимо того, что мы здесь, естественно, будем проходить основную сюжетную линию, мы будем здесь выполнять различного рода побочные активности. Здесь их на самом деле немного, но времени все равно на это все тратится много. Если говорить про саму проработку этих миссий, мне она понравилась, честно могу сказать, все сделано прям в лучших традициях вообще вселенной One Piece. Где-то надо трагедии добавить, где-то драму, где-то надо раскрыть персонажей, тут, в общем, в этом плане все четко на высоте. Естественно, есть обычные побочные задания, которые мы можем подобрать в городах, которые мы будем исследовать в рамках как раз-таки воспоминаний. Игра сама поделена на 4 арки, об этом мы чуть позже поговорим. И в каждой этой арке будет какой-то свой город, где мы можем выполнять побочные задания. Сложность этих побочных заданий заключается не в самой сложности их прохождения, а скорее в сложности именно нахождения условий этих заданий. То есть мы подходим, на карте у нас отмечено, где мы можем взять побочные задания, разговариваем с персонажем, квестгивером, он нам дает задания. Но тут, как в лучших традициях старой школы, нам дают описание места по типу, где-то там, за фонтаном, на центральной площади, за таверной, возможно, где-то за тремя ящиками стоит персонаж, к которому вам нужно обратиться или же его победить. В общем, там уже из контекста самого задания надо будет что-то сделать. Мне это понравилось, честно могу сказать, потому что это оправдывало то, что вы заранее могли бы исследовать город. Вы понимаете, что ага, вот здесь есть какая-то таверна, ага, вот здесь фонтанчик. И вы понимаете, что вы, хоть и находитесь в виртуальном городе, вы, как и в реальности, тоже какие-то для себя отметки делаете в голове, что вот здесь вот так, вот здесь вот так. А уже потом, как вы проходите основное задание, вы такие, ммм, прикольно, конечно. Я вспоминаю, что где-то там был фонтан, я могу туда переместиться и уже там я как-то могу, исходя из диалога, могу понять, куда мне нужно будет идти. Может быть, я только в одном задании из 30 где-то потерялся. То есть мне надо было прям очень долго что-то исследовать. Во всех остальных прям все четко, дичайше и по красоте. Другой тип побочных заданий это охота за пиратами. Это чуть проще, потому что у нас все отмечается, где мы можем в таверне взять заказы и потом уже на карте у нас уже будут метки, где мы можем победить этих самых пиратов. За это мы получаем награду, деньги, которые мы можем тратить как раз-таки на покупку предметов или же на покупку продуктов. Для того, чтобы Санжи мог приготовить уже из этого еду, которую мы также сможем использовать в сражениях, о чем мы с вами уже говорили ранее. Тоже прикольно сделано, в принципе, как от таких побочных заданий не сильно отличается. Тоже иметь какую-то свою сюжетную арку. Самыми прикольными, на мой взгляд, заданиями из побочных это задания, которые нас погружают в плохие воспоминания, где нам нужно исполнить заветное желание какой-либо души, чтобы мы обрели свои силы заново и также узнали какую-то такую небольшую историю. То есть у нас вот есть команда Мугивар, а этот сам по себе мир выбирает тех трех или четырех персонажей, которые по итогу в этот мир переместятся. И таким образом им уже нужно будет выполнить какое-то заветное желание. Тоже прикольно, мне понравилось. И в целом, если подводить итог вообще по этим побочным заданиям, они развлекают, они отвлекают от игрового процесса, но тем не менее, все равно они рассказывают хорошие истории. Для меня лично было не обломно, что я их проходил. А это, наверное, самое главное, что, в принципе, есть у побочных заданий. Когда вы не чувствуете то, что это вас все напрягает и это тупой гринд. Игра очень большая, как вы уже тоже поняли, я 70 часов на это потратил. И в основном здесь, конечно, все тратится время на вот эти самые битвы. Да, здесь, конечно, можно избежать битвы, можете избежать. Я, правда, не понимаю, по итогу, как бы вы можете вроде и не сражаться. И при этом, вроде, даже здесь никаких штрафов не получаете. Плюс здесь есть, как бы, автобитва, где за вас сражается ИИ. Но каждый раз, когда я смотрел, как ИИ управляет моим отрядом, у меня был какой-то испанский стыд. И я сразу же перехватывал управление, чтобы побыстрее это все закончить. Потому что он там начинает зачем-то использовать какие-то непонятные способности, которые вообще никогда не использовал. Но он там, знаете, если битву можно пройти за минуту, он ее проходит минут за 5-7. И я как-то не особо хотел за этим тоже себя наблюдать. Поэтому, в основном, я пользуюсь своими силами. Игра сделана на движке Unreal Engine 4. И мне лично вообще все понравилось. Художники смогли передать грамотно вообще именно сам, знаете, мир этот One Piece. Мне очень понравилось, как выглядели все города, которые были в старых арках. И, знаете, это тот самый случай, когда можно сказать, что мне было необлобно играть, грубо говоря, в аниме в 3D. Потому что, я не знаю, любое аниме, которое я видел в 3D, это прям было очень плохо. Если я, не правда, я не фанат аниме, прям такой бешеный, вспоминаю. Первый же пример, который приходит в голову, это Берсерка, которого перерисовали в 3D. Я просто не мог на это смотреть, на эти анимации кривые. Здесь же игра, все сделано четко. Грамотно и подобрана вот эта вот стилистика. Вроде как и аниме, но в то же время и чуть больше комиксов. Вот этот селшейдинг. Никаких нареканий у меня не было. Хотя я читал то же мнение, что вот он как-то очень крипово выглядит. Не знаю, каких-то прям уж совсем перегибов я в этой игре не наблюдал. Ну да, они типа часто улыбаются, но они и в аниме также широко часто улыбаются. Поэтому я бы не сказал, что здесь есть какая-то проблема. Что касается музыки, тут прям все персик. Классический саундтрек из всех старых арок тут присутствует. И Алабаста, и Мэринфорд, и так далее. Здесь вся эта музыка есть. И вот от музыки я тут тоже ловил такой, знаете, приятный кайфец. И тут надо сразу же отметить, что это первая, наверное, игра, которой я могу сказать, что рад, что нету русской озвучки. Тут есть русские субтитры, а озвучка тут оригинальная, в которой участвовали все те же актеры, которые озвучивали этих самых персонажей в аниме. И поэтому, знаете, когда вы слышите их голоса, читаете субтитры, вроде как даже серию о анимешке посмотрел, вроде как аутентично, приятно. И вот как раз-таки, наверное, это единственные примеры игр, наверное, в аниме-стилистике, которую ты когда-либо до этого смотрел, где я могу оправдать отсутствие локализации. Про сюжет я вам вряд ли что-то прям сильно наспойлерю. Просто скажу, что здесь есть 4 арки и 4 города, соответственно, по которому мы пройдем. Это Алабаста, это Water 7, это Мэринфорд и это Дресс Роза. Самая по итогу проработанная локация с самой нормальной именно сюжетной линией – это Алабаста, Water 7 чуть поменьше уже. Мэринфорд, с одной стороны, я думал, что вот они все силы бросят на Мэринфорд, потому что лично, по моему мнению, это самая лучшая арка вообще во всем One Piece. Там постоянные драки, всякое такое. Я думал, что они здесь это прям покажут четко. Нет, они что-то вообще за 30-40 минут все пробежали, и вообще я какого-то кайфа не получил в этом плане. И Дресс Роза, которая тоже где-то с середины арки начинается. Как-то вот по итогу получается такая ситуация, что у меня лично сложилось такое впечатление. Они хотели, наверное, все вообще арки вот так вот показать, но им кто-то сказал, ребят, ну я не думаю, что в JRPG кто-то будет играть там 120 часов, поэтому давайте как-то вот выжмемся, чтобы вот вы хотите сделать одну арку прям глобально четко проработанную от начала и до конца. Поэтому вот давайте вот так вот это будет выглядеть. Чуть поменьше вот так, чуть меньше, чуть меньше, чуть меньше. Обломался ли я в этом плане? На самом деле да. Мне кажется, если бы из Алабасты хотя бы часик лишний накинуть, да, забрать оттуда, накинуть на именно Маринфорд, было бы гораздо лучше, гораздо ярче и гораздо приятнее. Потому что я именно ждал арку Маринфорда в основном, потому что они ею и завлекали в трейлерах постоянно. И когда я смотрел трейлеры, я такой, о да, беду на Маринфорде, за Маринфорд, поехали, поехали. Здесь, конечно, немножечко обломали. Но сама, помимо всего вот этих четырех арок, сама есть еще и основная сюжетная сквозная линия, которая вот рассказывает про этот остров Ваффорд, Ваффорд или как он там правильно называется, где мы как раз таки ближе знакомимся с этими персонажами, с Адью, Лим. И тут тоже, могу сказать, мне понравилась вообще вот, знаете, такая итоговая сценка, вообще к чему это все привело. Все ярко, красочно, никаких вопросов нету. И если честно, я бы хотел, чтобы именно эта же команда потом продолжила работать над какими-то следующими играми по этой вселенной, потому что явно они уважают первоисточник. Но вы также должны понять, что то, что эти четыре арки есть, это не значит, что эти четыре арки будут прям один в один повторяться. Нет, это не в мемории, также там какие-то изменения есть. Вы можете наблюдать такой, знаете, авторский взгляд на все эти события. И вам так будет интереснее, потому что вы не будете понимать, что там по итогу будет происходить. Но и те же самые локации, вы будете ловить гэги, какие-то приколы, воспоминания персонажей, они постоянно вот на эту тему тоже разговаривают. Это создает тот самый правильный вайб, который я и хотел бы получить от этой игры. На мой взгляд, в эту игру обязательно должны поиграть все фанаты вселенной One Piece, потому что лучше поиграть в нее, чем по итогу смотреть в очередной раз весь One Piece заново. Но, поверьте мне, у вас все равно проснется то самое чувство, чтобы, блин, я прошел эту игру, наверное, надо еще пойти анимешку все пересмотреть. И чтобы, знаете, освежить память, но, тем не менее, вы также будете вспоминать, а, слушай, а в игре вот так было, значит, здесь такие расхождения были, а тут вот такие. Это приятно, это четко, и для фанатов это будет, прям, знаете, та самая игра, которую они могут полюбить. Если говорить про сторонних геймеров, которые не особо любят JRPG, они не особо знают вселенную One Piece, тут сложно, на самом деле. Потому что, ну, JRPG это такой жанр, который на любителя, сама вселенная One Piece хоть и стоит внимания, но я не думаю, что как раз-таки через этот жанр можно как-то залететь в эту вселенную. От меня игре 8,5 баллов, я получил большое удовольствие, играя в нее. Надеюсь, что такое же удовольствие и получат фанаты этой самой вселенной. А на этом, дорогие друзья, все. Извините, что у нас так долго не выходило, потому что я вам уже и сказал, 70 часов я потратил на прохождение One Piece, мне было вообще не до этого, я и так по 12 часов сижу и играю. Сейчас пойдет еще большее количество релизов, там и Force Polken, там и Dead Space, там уже какой-нибудь Atomic Heart подойдет, там уже Hogwarts Legacy. В общем, ждите, мы будем стараться реально успеть во все эти игры поиграть, чтобы вам сделать, ну, на наш взгляд, конечно, объективный обзор. Не забывайте вставить лайки, подписываться на канал и пишите свои комментарии. И помните, where you go!